Свершилось! Это ровно то видео, которое, ну, я не знаю, насколько вы его ждете, но я его жду уже несколько лет. Предыстория. Несколько лет назад я объявил в своем инстаграме, что интересно было бы рассмотреть на LEGO техник модель Lamborghini, которая на тот момент в официальном магазине LEGO стоила 35 тысяч рублей, а на магазине-партнере через Wildberry, Sazon и AliExpress та же самая модель стоила 17,5 тысяч рублей. И я подписчикам в инстаграме объявил, что если интересно, если хотели бы увидеть обзор на эту машину, можете помочь рублем. Я не ожидал, что люди откликнутся настолько, и буквально в течение трех дней была собрана вся сумма полностью. Мои друзья, близкие, хорошо вложились, поддержали эту историю. И неважно, сколько вы задонатили, там был человек, который задонатил 33 рубля, ровно 33, и это видео в том числе заслуга этого человека, то, что тут вообще неважно, сколько, что. Деньги были собраны за три дня, модель была заказана и приобретена. Сейчас данная модель в официальном магазине Мир Кубиков стоит 50 тысяч рублей, неадекватных абсолютно, я считаю, ничем не обоснованных. Мы все еще говорим о пластмассовом конструкторе, а не о реальном автомобиле. Жигуленка можно купить за эти деньги. И я приобрел, собрал эту модель в прямом эфире в инстаграме и обещал, что рано или поздно расскажу о ней на ютубе. Но дальше случилась ковидная история, свадьба, переезд в город и куча-куча притурбаций. И вот сейчас, наконец-то, мы вернулись к этому ролику. Все, что вы увидите в плане сборки, то есть те кадры, на которых модель собирается, сняты несколько лет назад. И качество может отличаться от того, что вы видите сейчас. Потому что снимал я тогда, не помню, на 8-й айфон, на 11-й. Вы посмотрите сборку и по итогу мы с вами сделаем определенные выводы. Я покажу модель со всех сторон, покажу все ее функции. Ну что, поехали! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Тorzok Дима Торзок Дима Торзок Ну, вот и ламба, друзья. Уже достаточно такая бывалая, покрывшаяся пылью. Живет она у меня уже достаточно долго. Ну, видео дождалось своего часа только сейчас. Как я уже говорил ранее, кадры сборки, которые вы видели несколько мгновений назад, они сняты пару лет назад, что ли. Я не знаю, как показывать эту модель. Она буквально не влезает в объектив айфона 13, на который я все это дело снимаю. Ну, я сделаю дополнительные подсъемы, покажу какие-то основные функции отдельно. По ходу вещания вы будете видеть дополнительные кадры. Что важно понимать. Значит, у нас здесь есть открывающиеся двери, которые открываются вот таким вот механизмом. Модель естественно передвигается, естественно все механизмы у нее работают. У нас тут есть возможность переключать передачи, да, вот у нас одна передача, машина идет достаточно туго. Вот мы переключаем на другую, машина у нас идет достаточно легко. И еще одна, машина у нас буквально летает, да. Вот, что еще? Ну, рулевое управление, естественно, рабочее. Естественно, у нас можно покрутить руль, что приведет в движение колесную базу. Пожалуйста. Вот, все крутится, все вращается. В отличие от маленьких моделей, которые есть, здесь нет крутилки наверху. Ну, оно и понятно, вряд ли модель предполагалась для катания по столу или по какой-то игровой поверхности, потому что она попросту огромная. Вот моя ладонь, если что, кто меня знает, вы должны понимать, что у меня огромная рука и какая это модель. Во, я вам покажу дисконт в аптеку, да. После 30 дисконты только такие. Вот, пожалуйста, карточка дисконтная. Она размером со стандартную кредитку. И вот она рядом с машинкой. Можете примерно масштабы понимать. Дальше по функциям, что у нас здесь реализовано. У нас есть специальный механизм для поднятия, опускания спойлера. Сейчас я вам его покажу. Находится он под сидением пассажира. Специальный тумблерочек. Мы его поднимаем и, видите, спойлер у нас также поднимается. Мы опускаем, спойлер опускается. Да, дальше у нас есть доступ к капоту. Мы открываем капот. И видим, что это на самом деле багажник. Как водится спорткарта. Да, к слову, автолюбитель я такой себе. Разбираюсь я в автомобильной терминологии так себе. В техник терминологии. Тем более, какие там карданы, валы, шмалы. Я, конечно, вообще не в зуб ногой. Но постараюсь своими впечатлениями делиться. А меня интересовалась здесь именно сборка. Именно впечатление от созидания. Что ты вот сидишь и своими руками вот это собираешь. Да, у нас, значит, в багажнике лежит сумочка. Предполагается, что владелец ламборгини Сиан на тренировку поедет сразу. Вот, к слову, тут такая табличка в комплекте. Тоже пылью покрылась. На ней название модели написано. Да. Ну и, собственно говоря, бросил сумочку в багажник. Закрыл. И поехал в освоясь. Что еще интересного я хотел бы показать? Ну, во-первых, здесь реализован доступ к двигателю. То есть, как бы у реального автомобиля, естественно, так не снимается крыша и крышка. Но это сделано для того, чтобы любой желающий мог продемонстрировать двигатель своим гостям. Вот коллекционер. Вот тебе пришли такие же взрослые дети, как ты. И ты такой, смотрите, вот у меня двигатель. Доступ к двигателю. Естественно, механизм скрыт. То есть, сам механизм здесь уже не видно. Видно его только в процессе сборки. Вот эти вот поршни, которые ходят, их тут уже не видно. Но сам мотор V12 воссоздан достаточно хорошо. Я его поближе покажу отдельно. Сделанным, по-моему, просто восхитительно. Так, закрываем крышку. О чем я еще не поговорил с вами, друзья. Подвеска. Конечно же, здесь есть, как и в любой техник модели, подвеска. Естественно, она не такая пружинистопрыгучая, как в Ford F-150 или в Land Rover. Обзор на Ford на канале уже выходил. Обзор на Land Rover еще предстоит. Но она здесь есть. И она достаточно упругая. Что не может не радовать. По функциям вроде все рассказал. Про коробку передач, что здесь можно все переключать. Рассказал. Про рулевой механизм рассказал. Открывающиеся двери, поднимающийся спойлер. Открывающийся капот. Доступ к двигателю. Вроде все показал. Если вдруг я что-то упустил, исправьте меня, пожалуйста, друзья, в комментариях. Более знающие. Все основные моменты я рассказал. Что касается дисков. Они здесь уникальные. Сделаны достаточно симпатично. С логотипом Lamborghini. Да, к слову, стоит отметить, что модель еще и тяжелая достаточно. Несколько килограмм она весит точно. Я ее пытаюсь перевернуть так, чтобы ничего не отвалилось. Давайте вот эту крышку заднюю сниму. И попытаюсь вот так вот, придерживая ее, перевернуть. А перевернуть я ее хочу для того, чтобы показать вам, какое количество разного рода шестерней и механизмов здесь присутствует для того, чтобы обеспечить работу всех механизмов передаточных и так далее. Здесь у нас реализован полный привод. Не знаю, как это показать. Вращаешь задние колеса. Вращаются и передние. Я не знаю, как хвалить эту модель больше, чем я это уже сделал. Я скажу лишь только то, что я испытываю колоссальный восторг от нее. Просто от того, что она стоит на полке и в связи с воспоминаниями со сборки. Потому что сборка была действительно увлекательная. Собирал я эту модель ненапряжно. В течение пяти дней. В прямом эфире. Вместе с подписчиками моего тогда еще популярного относительно инстаграма. Ну, по популярности я могу судить только хотя бы потому, что подписчики за три дня. Хотя у меня было скромное количество подписчиков. Но тем не менее, за три дня мы собрали полную стоимость вот этой машины. Для меня это большая победа. Спасибо вам большое в очередной раз за это. Много решений, которые изначально я не понимал. Ну, например, поскольку я не был большим поклонником техник Lego. И вообще, как таковая моя техника коллекция началась с Porsche 911. Ну и вот, наверное, Lamborghini была второй машиной в этой коллекции. И как человек, который не собиравший много техник, я не понимал, а как, почему здесь нет стекла. А почему вместо стекла только какие-то резиновые прокладки. Почему здесь это так реализовано не очень интересно. А как же вот стекло там и так далее и тому подобное. Но потом я понял, что в этом прелесть техник. Да, в наборах техник. За исключением некоторых мотоциклов, где стекло имитируется при помощи пластика. В большинстве своем никаких стекол, конечно же, нет. Никаких пластмассок сюда не вставляют. Все исключительно вот в техник варианте. А если вы посмотрите обзоры на ранние наборы техник, так там вообще копийность абсолютно невысокая. То есть там нет такого, что ты покупаешь Lamborghini Sian, и это реально один в один Lamborghini Sian. Там такие скорее скелеты от автомобилей были. А сейчас это вот такая копийная модель, которую можно на полку поставить и кайфовать. Стоит отметить передние фары. Вообще сделано необычно. Вот это решение с палочками белыми, которые имитируют диодные фары. Также, конечно же, достаточно красиво реализована задняя часть автомобиля. Про это тоже отдельно сейчас вы видите на своих экранах. Что еще могу сказать? Вот эти вот соединения мне казались сомнительными. Вот видите, здесь некоторые элементы дизайна, сделаны с помощью вот таких вот резиновых стяжек, которые, ну, возможно, покажутся не очень эстетичными кому-то. Но мне на самом деле вполне норма. Я никакого негатива по отношению к этим резиновым стяжкам не испытываю. Мне они кажутся достаточно нормальными. Они подчеркивают как бы изгибы автомобиля. В целом они способствуют копийности автомобиля. Ну, конечно, мы говорим о конструкторе, мы говорим о техник-модели. Конечно же, здесь всякого рода зазоры. Конечно же, здесь всякого рода допущения присутствуют. Например, переход от крыла к капоту. Он как бы такой образный. То есть образное решение с помощью вот такого резинового шланга. Понятно, что какой-то покатости, каких-то красот, как в реальном автомобиле, здесь не стоит ожидать. Но в целом набор, я считаю, более чем достойный. Единственное, конечно, он стоит неадекватно дорого. Не знаю, как такое рекомендовать к покупке с учетом официальных цен в рознице. Есть два варианта. Ищите на маркетплейсах. Там сейчас он есть за ту цену, за которую я его покупал пару лет назад. Там он есть, да, вот за 17 тысяч можно найти. Также, еще более как бы бюджетный вариант. Есть довольно неплохие реплики. На Озон можно найти копию, абсолютную копию. Ну, возможно, будет отличаться немного цвет. То есть не будет такой вот лаймовый, зеленый, да. А будет, например, чуть-чуть более там салатовый, зеленый. Я не знаю. Но и то не факт, что цвет отличается. Так вот, реплика сейчас стоит на Озон около 6 тысяч рублей. За 3700 деталей, за обалденные впечатления от сборки и просто за модель, за которую не стыдно, которую просто хочется держать на полке. Я думаю, это уже более-менее адекватная цена. Собственно говоря, Ford, обзор на который уже выходил на канале. Porsche 911. На него мы тоже смотрели на канале. Феррари. Ее мы тоже в формате Speed Build, то есть именно скоростной сборки, разбирали. Комментариев я не давал ни по Форду, ни по Феррари. Ну, кстати, пользуясь случаем, Ford. Это была моя первая большая техник сборка. Здесь пакеты не были пронумерованы, в отличие от всего остального Lego, которое у меня было. И пришлось все пакеты, которые есть, высыпать, разложить. Это была достаточно нудная сборка. Я не понимал, по какому принципу систематизировать детали. То есть, грубо говоря, я запутался. Но потом въехал и очень даже понравилось. Как первое впечатление, я был ультрадоволен. Я влюбился в техник, собственно говоря. Благодаря этому Porsche я начал собирать техник. Хотя многие его ругают. Что касается Феррари. Многие также ругают эту машинку за пустоту. Дескать, визуал у нее достаточно неплохой. Но вот внутри она очень пустая. Другие в этом видят возможность для моторизации. Кто-то туда вставлял моторы. Кстати говоря, есть видеоблоги об этом на YouTube. Вот, кстати, вполне себе реальные бренды здесь присутствуют. Например, топливо Shell. Да. Но мне модель тоже понравилась. Хотя, конечно, она отличается от оригинала. У оригинала, конечно, гораздо ниже клиренс. Вот она вот такая должна была быть. Но в том варианте, в котором она есть, тоже мне очень нравится. Ну, и сегодняшняя героиня, конечно, королева моей техник полки. Добавить к этому нечего. И вот замечательный Land Rover Discovery. Рядом с моей флюорографией красуется. На него обзора еще не было. В модели куча функций. Есть некая модульность. Что-то можно добавить, убрать. В общем, я про это все расскажу в одном из следующих обзоров. Также McLaren Sino выходил обзор на канале. Вот такой вот Shelby. Тоже на него выходил обзор. Мотоциклы Ducati и безымянный маленький техник мотоцикл. Все шесть наборов из серии Monster Jam. На них тоже выходили обзоры. Вот они все. И вот свежий, не так давно вышедший снеговый борщик тоже здесь красуется. Ну, к слову говоря, именно о техник полки. Именно о том, что нас ждет в техник. Вот здесь вот красуется та самая тачка Доминика Торетто. О ней совсем скоро, а может быть и не совсем скоро, выйдет обзор. А сегодня о Lamborghini. А теперь переходим обратно к моему прекрасному лицу. Вот такое получилось видео, друзья. Надеюсь, оно вас не разочаровало. Надеюсь, все, кто ждал этот ролик, дождались. Спасибо всем, тем немалочисленным людям, которые смотрят мой канал. Благодаря вам он существует. Ради вас он существует. Ну и ради того, что мне, конечно же, очень нравится все, что я делаю. Спасибо, что смотрите, поддерживаете. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Нажимайте на колокольчики, чтобы не пропускать уведомления о новых видео. И побольше вам приятных мелочей.